Мы действительно приступили к этой работе по включению требований к информационной безопасности в оценку банков. То есть пошли по такому пути, чтобы заинтересовать банки и создание систем, кроме как стандартных требований, стандартов обеспечения безопасности, через управление регулятивным капиталом. Эту задачу нам поставил председатель. Была включена дорожная карта. Когда мы этот вопрос стали изучать очень внимательно, потому что международного опыта включения требований к капиталу, к резервам, с точки зрения именно киберустойчивости и безопасности, этого опыта не было. Только сейчас базильский комитет по банковскому надзору создает рабочую группу в своем составе по киберрискам. Поэтому я вначале хотел бы подойти к этой проблеме с другой стороны. Что банковское регулирование, банковский надзор исторически всегда рассматривал требования к киберрискам, к кибербезопасности, как составить требования к операционным рискам. Поэтому, чтобы нам предъявить стандартные требования к банкам, мы должны были связать и привязать, интегрировать требования к информационной безопасности, которые есть в отраслевых ГОСТах, в вашем ГОСТе, к требованиям по учету событий операционного риска. Мы понимаем прекрасно, что сейчас операционный риск – это достаточно аморфная агломерация разных видов рисков. Вот здесь, наверное, на нашем слайде мы это показали, что внизу слайда, что в операционный риск входят совершенно разнородные составы риски. И все они, на самом деле, могут управляться разными специализированными подразделениями. Основа банковского регулирования состоит в том, что мы должны их интегрировать в введенной базе данных потери, посчитать их в агрегированном состоянии и сравнить с неким контрольным показателем, выделенным на них минимального регуляторного капитала. Внимание о регуляторном капитале на операционный риск состоит в том, что он должен покрыть потери от всех видов рисков с определенной доверительной вероятностью. Первое, чтобы покрыть события, которые могут произойти с доверительной вероятностью 95%, это понятно, что раз пробой раз в 20 лет. Когда мы начинали изучать этот процесс, то мы обнаружили, что собрать сведения по киберрискам – это одна тема, а вторая тема – это оценить финансовые потери от них. Я сейчас присутствовал на форуме и обратил внимание, что очень много внимания специалистов по информационной безопасности, ваше внимание, оно уделено вопросам предотвращения инцидентов информационной безопасности. И в стандартах вводится понятие как раз инцидент. Инцидент как угроза, как какое-то преднамеренное воздействие на информационную систему, на базу данных с разными целями. И задача-то состоит как процесс обеспечения информационной безопасности в том, чтобы эти угрозы, эти инциденты предотвратить. И не допустить их. И это колоссальная часть работы, которая остается в тени контроля именно банковского регулирования. Потому что это организация одного из видов деятельности банка. Мы рассматриваем, вот сейчас я возвращаюсь к предыдущему слайду, что процесс информационной безопасности – это один из важнейших частей внутренних процессов банка. И операционный риск, риск информационной безопасности с нашей точки зрения – это риск, который возникает из-за неадекватных процессов информационной безопасности, ошибок этих процессов. Вот в нашем слайде мы вначале это и показали. О неадекватных или ошибочных внутренних процессах. При этом, если происходят события операционного риска, то это событие операционного риска, которое уже было пропущено средствами защиты и которое нанесло банку определенные потери. Потери могут раскладываться как финансовые потери и как нефинансные качества. Например, потери работоспособности какой-нибудь системы. Это все потери качественного характера, потери информации, защиты ее искажения – это тоже все качественные потери. Финансовые потери, с нашей точки зрения, это потери, которые все-таки мы отражаем в бухгалтерском учете, которые проходят расходами либо убытками. Либо убытками от потери активов, от списания, например, средств, скорсчетов банков, которые невозвратные, от потери комиссий, финансовых потерь, а также потерь, которые связаны с восстановлением работоспособности, но которые тоже проходят через расходы и убытки. Потому что расходы и убытки в итоге, они раскладываются в прибыль. Прибыль – часть капитала, элемент капитала по 395 положению. И уменьшение прибыли на определенное критическое значение – это уменьшение капитала и нормативы достаточности. Вот наша логика банковского регулирования. Поэтому нам необходимо для определения требований к расчету, требований на дополнительных требований к капиталу, на риск информационной безопасности и киберриск, в первую очередь поставить задачу адекватного и четкого расчета финансовых потерь. Вот на нашем форуме, может быть, этого я не слышал. Мы слышали много разных инструментов, способов предотвращения инцидентов, учета, обмена, помощи банкам в их предотвращении, в локализации атак. Это все прекрасные инструменты. Это инструменты обеспечения именно качества процессов по ГОСТу. 8 процессов у вас есть в ГОСТе по обеспечению информационной безопасности. И банковское регулирование их в этом плане уже не расширяет. Мы считаем, что специалисты в своей части эту работу сделали. Поэтому, когда мы сейчас, мы действительно планировали выпустить этот документ в прошлом году по требованиям капитала на риск информационной безопасности. Но мы в некотором моменте сейчас находимся в состоянии докрутки этих требований. У нас уже проект готов. Но нам именно очень важно понять, как банки будут учитывать эти потери. Вот это вкратце вступительная часть. А если теперь говорить по содержательному, то мы все-таки рассматриваем риски информационной безопасности как часть операционных рисков. И поэтому главное, чтобы база данных, инцидентов информационной безопасности была бы очень сильно интегрирована по классификационным признакам в составе операционных рисков. Мы будем планировать в дальнейшем действительно отделять потери от информационной безопасности и киберисков в отдельную составляющую, в части операционных рисков. Будем требовать от банков определения на них лимитов потерь. Лимиты потерь должны быть привязаны к исторически наблюдаемым событиям и к качественным процессам самой информационной безопасности. И на них мы будем смотреть правильность выделения капитала. Выделение капитала на кибериски мы будем рассматривать все-таки в составе дополнительных процедур оценки достаточности капитала. Необязательных нормативов мы включать не будем. Мы будем как дополнительное требование капитала в рамках ПДК 3624У, наше указание. И вот если сейчас посмотреть на этом слайде, вот мы на этом слайде очень хорошо показаны, что операционные риски это набор разных видов неадекватных процессов, ошибок в процессах и кадровых, и риски IT-обеспечения, информационной структуры. Риски недостаток внутреннего контроля, недостатки контрольной среды. И мы большим частью выделяем риски информационной безопасности. При этом в нашем понимании риски информационной безопасности, вот на этом слайде слева показаны, мы все-таки их тоже делим на две части. Мы делим так называемые кибер-риски, которые связаны с нашей точки зрения как умышленное воздействие на целостность, конфиденциальность данных в информационных системах. То есть это потери информации, хранящейся в электронном виде через электронные каналы связи и электронный канал их обработки. Это целая громадная, колоссальная отрасль информационной безопасности. Но мы не должны забывать, что информационная безопасность, с нашей точки зрения, это иные потери, которые могут связаны не обязательно с потерей информации в электронном виде. Есть примеры у нас и ОСВ, когда банки у нас переходят в состояние оздоровления. Когда теряются кредитные досье, когда теряется очень много документов в бумажном носителе, и иные средства хранения информации, и потери информации не обязательно по причине умышленных воздействий через электронную систему. Она тривиальна из-за халатности, работа серверных частей, аварий там и так далее. Мы это не относим к кибер-риске, если там не было умышленного воздействия. И поэтому мы их рассматриваем отдельно, и базу данных от банков будем просить также классифицировать и собирать. В рамках наших коллег, вот в профильном управлении, которое представляет Артем Михайлович, мы видим подход к риску информационной безопасности в части кибер-рисков. Поэтому мы бы хотели бы здесь, в этой части, и наши требования уточнить. Вот в этой части. Причем кибер-риски мы тоже предлагаем, обязательно нужно их классифицировать по требованиям базового комитета по источникам риска. И одним из источников риска, кроме недостатков процессов, вот у меня внизу написано, это действие персоналу, внешнее воздействие и сбой систем. Поэтому кибер-риски, если инциденты и операционный риск происходят, это сочетание нескольких факторов, нескольких источников. Внешнее воздействие может быть, может быть внутреннее воздействие со стороны сотрудников. А может быть источником риска быть и недостаток системы собственной защиты информации, собственных систем, несоблюдение определенных стандартов, либо вовремя их неактуализация. И это не будет недостаток процессов. Поэтому любое событие риска, мы все-таки хотели бы, чтобы в базах данных оно классифицировалось по четырем основным источникам, как это требуется в базе. И их нужно разделять. Причем у каждого события риска может быть несколько источников. Это может быть и воздействие, внешнее воздействие, хакерская атака, это может быть внутреннее воздействие со стороны сотрудников. И одновременно это могут быть недостатки среды контроля, внутренние, это один из источников, и одновременно информационной безопасности системы защиты. Если произошло событие информационной безопасности, то мы понимаем, что мы будем классифицировать отдельно, но мы видим вот в этом ключе. Для чего мы требуем, чтобы классификация рисков все-таки была интегрирована в базельскую. И в этом мы видим, кстати, главную проблему. Потому что базельская классификация рисков позволит нам данные от банков сравнивать. Единой базой ведется учета и подхода требований регуляторов, капиталу на международном уровне. Мы должны данные сопоставлять. Сопоставление данных происходит именно по классификационным признакам первого уровня. Пока в событиях операционного риска базельского комитета нет такой статьи отдельной и отдельного вида риска кибер. Он всегда пока в составе операционного. И это самый основной момент. В чем мы видим тоже проблему единой классификации? Мы видим, что у нас есть расхождение пока еще базельской классификации и классификации видов инцидентов в стандартах и процессах информационной безопасности. У нас есть понятие события, но у вас есть понятие инцидента. У вас есть понятие угрозы, у нас есть понятие источники риска. При этом принимательном изучении мы видим, что инциденты не совпадают часто с понятием события операционного риска, как это в базеле. Для вас инциденты только угроза. Угроза – это первичное действие, и ваша задача этот инцидент предотвратить, вовремя его отфильтровать и нейтрализовать, либо его устранить. Не дать ему пройти дальше. То есть это несовершившееся событие с точки зрения базельского комитета. А с точки зрения базельского комитета события операционного риска – это те, которые уже совершились, которые были пропущены внутренними средствами контроля. И в этом как раз идет расхождение. То есть мы, ту базу операционных информационной безопасности, инцидентов, которые сейчас собираются у нас в Центральном банке, Финцерт будет собирать, Это как раз база первого типа, о котором я и сказал. База второго типа, которые были пропущены и привели к финансовым потерям, причем их надо классифицировать по разным видам потерь. Это вторая задача. И наша задача именно здесь находится стык перехода процесса информационной безопасности к проблемам банковского регулирования, надзора, выделения капитала и реагирования уже мерами банковского надзора. Мы понимаем прекрасно, что это два разных процесса. И в этом ключе нам нужно сейчас двигаться. И в свои требования, которые мы будем сейчас формулировать, мы будем пытаться здесь именно на этой границе найти точки соприкосновения. Если так пойти немножко в историю, то я хочу, если кто этого не знает, показать, что с точки зрения банковского регулирования требований на операционный риск, он представлен нормативой достаточности. На этом слайде показан квадратиком внизу знаменательный операционный риск. Есть определенные требования об его значении. По статистике, которая у нас выбирается и наш департамент надзора, и базовый комитет, в принципе, операционные риски сейчас на втором месте после кредитных рисков. Где-то около 20-30%. На третьем месте уже потери от рыночных рисков процентных и так далее. Но я хочу сказать, что здесь есть некоторое лукавство статистики. Потому что после соответствия с стандартами базового комитета, потери от операционных рисков и от киберисков, которые маскируются и проявляются как кредитный риск, например, кредитное мошенничество, выдача в суд, списание денег с кредитных карт через овердрафты. Вот эта очень составляющая киберисков, операционных рисков, они с точки зрения потерь, с точки зрения банковского регулирования относятся к кредитным рискам. И капитал на них и расчет идет в составе кредитного риска. Именно поэтому здесь кредитный риск у нас занимает 70%. Хотя, может быть, если переклассифицировать, часть из них будет в операционном риске. Это тоже некоторая проблема, что база данная надо ввести в составе операционного риска, а учитывать часть потерь в составе требований на капитал по другим видам риска. Это методологическая проблема, но она присутствует здесь. Если же потери, события операционного риска проходят по другим статьям, например, как рыночный риск, ненадлежащая торговля, мошенничество при торговле с ценными бумагами, манипулирование лимитами, либо инсайдерской информацией, это будет считаться все-таки относиться к операционным рискам. Потому что рыночный риск управляется по другим правилам, считается, что там выделяется некоторый капитал, предположение добросовестности участников, и там только нужно капитал выделять на потери от колебаний рыночных цен, а все, что остальное связано с воздействием умышленным, это будет операционный риск. Вот в этой части хотел бы обратить внимание. Теперь хотел бы пойти дальше. И подход по Базили, Базили-2 и подход нашего департамента к урегулированию операционных рисков и в части Кибер будет идти по двум направлениям. Первое направление на этом стадии представлено, что мы будем требовать рассчитывать минимальный регуляторный капитал на операционный риск. Мы представлены определенные регуляторные формулы, как 15% валового дохода дальше будет с 2022 года, меняется подход, будет базовый индикатор. Это некая потеря, которую мы предполагаем, что банк может понести от событий, в предварительной вероятности 99% мы должны их покрыть, то есть пробой допускается 1% случаев. 1% случаев это если на годовом периоде не раз в 100 лет. Поэтому у нас достаточно высокие требования к регуляторному капиталу на операционный риск. Все банки на это жалуются, говорят, что их реальная статистика гораздо ниже. Но мы на этом и говорим, что вы статистику берете на основе десятилетнего периода, например. Но никто не знает, какая у вас будет, какие потери раз в 100 лет. Надо посмотреть на нашу историю страны и посмотреть, что у нас было 100 лет назад. И поэтому всякое может быть. Мы видим требования на регуляторный капитал в минимальной, очень важной составляющей, потому что это запас ресурса, который будет обладать любая ликвидационная комиссия, АСВ, администрация и на этапе закрытия банка. То есть минимальный регуляторный капитал, который нужно требовать, содержать у банка, который будет требоваться на этапе закрытия. На этапе же функционирования жизнедеятельности банка, так называемой концепции Гоэн-консорн, то есть продолжение деятельности, возникает требование базили вторые, внизу не написано, дополнительные требования к минимальному регуляторному. То есть кроме минимального, банк должен обладать буфером сверх минимального регуляторного на покрытие потерь текущей деятельности, текущего года, инцидентов, которые у нас будут происходить. И требования на этот буфер мы должны будем предъявить. Мы поэтому наши концепции исходим из того, что требованный капитал мы будем рассматривать в рамках второго подхода. Не обязательных требований минимальных, а вторых, потому что мы видим, что в банке все-таки основная задача это продолжение деятельности, функционирование, и закрыть их текущей прибыли и текущим капиталом, и не допустить его падения ниже минимального, о котором отзывается лицензия. Это второй подход. Я сейчас на следующем стадии немножко его опущу, но я хотел бы обратить внимание, что это подход, который будет планироваться базилем 3 внедрению с 2021 или 2022 года. Там вот внизу есть регуляторную форму, что на операционный риск выделяется так называемый масштабирующий множитель альфа на базовый индикатор вайловый доход, и добавляется новый множитель ИЛМ. Это множитель на состав потерь по базовым данным самих банков. Это очень важное дополнение, его раньше не было, и оно будет новым. И поэтому множители мы видим, и по его формуле, которая видится наверху, и на графике, которую я сейчас вам представил здесь, что в тех случаях, когда база данных банков показывает рост операционных потерь, требования на капитал будут возрастать вверх минимального регуляторного альфа на BI. То есть он будет больше. В тех же случаях, когда у банков все очень хорошо и крепкая система защиты от операционных рисков, требованный капитал будет снижаться. Поэтому здесь, определив то, что у нас будут требования дополнительные к капиталу, мы будем их интегрировать с требованиями по киберискам со стандартом информационной безопасности. То есть мы пишем эти требования, мы пишем требования по классификации событий операционного риска, и мы допускаем о том, что события операционного риска в части риска информационной безопасности могут иметь дополнительные признаки, они их никто не отменяет. Эти дополнительные признаки мы хотим интегрировать с той базы данных, которые ведутся по информационной безопасности Финцерта, которые отправляются в Банк России, но с дополнительным требованием по учету возможных потерь. Дополнительные элементы классификации мы будем привязывать, причем прямой ссылке к ГОСТу, и чтобы можно было собрать на отчетность по операционным рискам. И мы хотели бы сказать, что мы, конечно, оценку надбавки к минимальному регуляторному капиталу будут проводиться в рамках надзорной оценки. То есть предъявляются качественные требования к инфекционной безопасности. В первую очередь это будут качественные требования в части киберисков на ГОСТ, 57, 580 и иные ГОСТы, которые будут появляться, что Банк должен их соблюдать. Качественные требования будут подвергаться оценке со стороны надзора либо специализированных организаций. И их результаты оценки будут интегрироваться в общую надзорную оценку всего ФПДК. При этом будет интегрироваться с уклоном, креном в оценку кибериск. Кибериск выходит на первое место. Поэтому если будет неблагоприятная, негачественная оценка информационных систем и защиты данных по ГОСТу оценки, то сразу будет плохая оценка по ФПДК в целом. И по нашему подходу Банкам будут проявляться дополнительные требования к нормативу достаточности. Они будут повышаться на 1-2-3%. То есть Банки, продемонстрировавшие плохую у себя систему, будут вынуждены создавать дополнительный капитал либо сокращать объем операций и деятельности. Для Банков это будет большая нагрузка и большой стимул создания информационных систем, обеспечения защиты информации. Даже если они считают, что у них может быть все хорошо, или у них инциденты не происходят, либо они каким-то образом их локализуют на начальном этапе, этого будет мало, потому что им нужно все-таки будет с нашей стороны мы будем их подталкивать к соблюдению стандартных требований через оценку нормативы достаточности. Это важный подход, который мы будем сейчас внедрять вместе с нашими коллегами из ГУБЗИ. И наша задача сейчас в наших требованиях совместить. Кроме требований к ГОСТам, к соблюдению, есть еще дополнительные качественные требования самого Базеля в ПДК. Требования к Базеля в ПДК состоят в том, что банк должен быть определить не просто ввести базу данных и соблюдать требования стандартов отраслевых, состоят еще в том, что банку нужно ввести некоторый показатель так называемого риска аппетита, склонности к риску, в пределах принятия, например, величины убытков, количество инцидентов и так далее. Он должен их сопоставить и соотнести с выделяемым капиталом, установить на них лимиты на начальном периоде, на каждый календарный год и контролировать. В случае их превышения, мы будем это фиксировать в оценке, и они будут нам это представлять отчетность, банки будут разбираться в причинах. Если видят, что причина, например, произошедших сбоев и потерь выше минимально установленных порогов, то тогда будет тоже дополнительное требование на капитал, потому что мы видим, что банк недокапитализирован на эти потери. Но для того, чтобы банк не был заинтересован на сокрытии этих потерь и не введение в базу данных, мы здесь должны будем опираться на интеграцию с другими базами данных, которые будут ввестись в рамках финцерт, в других отчетностях. И вот это тоже одна из задач и проблем банковского надзора, которые мы сейчас будем решать. Но в любом случае требования на установление так называемых риска аппетитов, показателей, как суммовым выражениям убытков, так и относительных, как вот здесь у меня ниже написано, они будут у нас присутствовать. Это новые вызовы для системы управления риском. Потому что я вижу, что специалисты по информационной безопасности, это совершенно одна культура, своя, со своими подходами, своими стандартами, своими квалификациями, методологией. А управление риском – это другая культура. Я вот ни разу не слышал здесь, может быть, я проспустил что-то, но когда специалисты по информационной безопасности говорят, никто не говорит, что они взаимодействуют, например, со службами управления рисками, со службами управления операционными рисками, с финансовыми службами. В оценке потерь, в их фиксации, предотвращении, оценке потенциальных потерь. А вот это тот самый переходный момент, который и отличает подход банковского регулирования надзора через стоимостные выражения от уже стандартных требований. Поэтому я призываю, если здесь есть банки и компании, которые занимаются информационной безопасностью в ведении базы данных инцидентов, задуматься надо, вот этой финансовой составляющей на оценке стоимостного подхода и интеграции службы управления рисками. То есть я вот здесь вижу, поскольку база данных информационных инцидентов, она может быть вестись раздельно, и не обязательно всю эту базу сливать с базой операционных рисков. Мы понимаем, что база очень большая, и там очень много инцидентов предотвращенных, которые не совершились в реальные события. Но интеграцию уже произошедших событий в единую базу необходимо проводить. И здесь, я думаю, надо подключать ваших коллег и службу управления рисками, операционных рисков, чтобы задействовать их компетенции в оценке потерь. Без этого мы не сможем двигаться, интеграция требований киберрисков к банковскому регулированию. Вот здесь, на этом графике я сейчас уже завершаю. Наверное, время уже стекло. Вот. Будет показано, что будут требованы качественные, количественные показатели риска аппетита, будут установлены их минимальные значения. И вот красной чертой наверху контрольные значения, которые будут у каждого банка настраиваться свои. На этом слайде мы показали, что в случае, когда реальные потери будут выше контрольных, мы будем требованы на капитал предъявлять, причем будем раздельно предъявлять их в составе требований именно из-за киберрисков. Вот здесь у меня на этом слайде показано, вот я сейчас уже пропускаю, вот требования на киберрисков отдельно будет и отдельно на все иные виды рисков, не киберриски. Вот в таком ключе мы готовим, сейчас я завершаю уже, изменения в регулировании по ДК 3624У, будем пролонировать это опубликовать в первом полугодии, до 1 июля 2018 года, все пойдет, как мы сможем это согласовать внутри Банка России. И планируем внедрить 1 января 2019 года, чтобы отчетность уже по операционным рискам и униевого состава киберрискова предоставлялась и в органы банковского надзора. Сейчас она не предоставляется в органы банковского надзора, а предоставляется нашим коллегам из других департаментов. Где-то уже с 2020 года оценка операционных рисков в рамках по ДК надзорной оценки и требований на капитал будет предъявляться по итогам 2019 года. Вот такие планы внедрения и интеграция требований к банковскому регулированию к киберриску. Редактор субтитров А.Семкин